Моя родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, Тимофей Николаевич, я уж не могу тебя Тимоше звать. Знаешь почему? Ну ты какой-то серьёзный стал. Вот. Не улыбаешься. Значит, что мы сейчас делаем? Яблоки собираем. Как называется яблоко? Так, это Аленушка, она привита. Вот. Эти яблоки будут долго храниться, частично будут съедены, они будут дозревать, так, и будучи перезревшими, будут отправлены на семена. Вот, вот у тебя получилось два ведра, но только без калтуры, давай дальше, собирай полные. Я тебе за каждое ведро... Что хочешь собирать? Чтобы доверху были. А то, получается, я тебе за каждое по 100 рублей, а ты набрал на 90 рублей. Сколько ты сегодня с утра заработал? 250? 250. Так, 350, 450. И сейчас пойду ещё два собирать. Два, там штук пять, ведер пять будет. Грустая. Сколько будет 100? Ну, короче, смотри, ты планировал тысячи рублей заработать? Да. Я тебе гарантирую, только работай. Так вот, да, полна. Здесь ещё по 100 рублей нету. Куда пошёл? Давай, давай. А я про агротехнику. Итак, привито, естественно, на Сибирку. Слегка культуриваю, так назовём. Значит, кто из себя представляет яблоки? Для меня это вот такое чудо. Вот оно, видите? Они уже спелы, они легко отрываются. Часть уже собрана была с земли. Вот. Для меня оно относится к полукультуркам. Так. Это чистый сибиряк. Я не помню от происхождения её. Но в Сибири ей очень комфортно. Очень. Это яблони. Вот. И в других регионах, когда я буду продавать семечки, но не сразу, они должны дозреть и перезреть. Вот. И так, два ведра. Ага. Вот эти два ещё пока. Эти оставляем. Давай по-другому. Вы обязаны это всё съесть? Так? Понял? А вот делаем наоборот. Вот эти, тут ещё ведра полтора. Дозревают. И через недельку говоришь, две. Дед, а тут ещё мои деньги. Как упадут, тогда и соберём. Понял, да? Но агротехника плохо, я представил. Значит, урожайность вы видели. Предельная. Дальше. Прививки будем. А кто будет таскать ведра? Одно ты, одно я. Так. Два не бери. Значит. Два не бери ведра. Одно только. Я два утащу. Нет, одно. Нельзя. Слушай, когда ты, деда, слушаться будешь? Пока был маленький. Они лёгкие. Ого, лёгкие. Так, ладно, проехали. Значит, что про агротехнику? Она у меня проста. Посмотрите на вот это вот сюда. Вы видите, что... О, наверное, три сколько. Но никогда не обрабатываю. Здесь сразу получается следующее. Вот эта ветка. Она даст примерно 3-4 прекрасных черенка на прививку. Отсюда, вот отсюда я всё отрезаю. Потом, уже зимой, вот это использую. В ноябре вот это отрезаю. И месяц лёй. И верхняя часть выбрасывается. Отчего я добился? Тли немерено. Про то, что виноваты муравьи. Не верьте. Это подлость и предательство по отношению ко всему садоводству. Так. Не опрыскал ни разу, клянусь богом. Вот. Вспоминаем наши яблоки. Известный фермер. Корреспонденту сказал. На западе 40 обработок. А у нас всего 28. Залито 28 обработок ядохимикатами. Здесь ноль. Вот. Как видите, в дачном хозяйстве. На дачах нам обрабатывать не обязательно, если мы имеем. А сибирские подвои. Вот он. Прививка только у земли. Обратите внимание. Раз. Кстати, здесь страшная рана. Скорее всего, косой зацепили. Видите? Это косой. Потому что она никогда не портится, не гниет. Но прививка у самой земли, пока, слава богу, никак не сказалось. Вот эта рана. Мощное дерево. Приросты, вы видите, до метра. В среднем 8 сантиметров в метр. Так. Значит, маточное дерево годится. То есть, отсюда можно взять несколько десятков прививок. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Несколько десятков прививок для прививок. Так. Кушать плоды. Объедаться. Ох, я забыл дать ему попробовать, чтобы вы увидели, какое у него лицо. Кислое или сладкое. Эх, жалко, ушел парень. Ну, он сейчас пошел собирать груши. Там где-то ведер 5 осталось. Валяется. Вот так. Теперь. Теперь, теперь. Значит, про прививки поговорили. На север можно двигать сколько угодно. Потому что здесь для них самый рай. Возди, не замерзающего, не сей. Где температура, может, раз в 10 лет опускается ниже 40 градусов. Вот так. 38, 40, 38, 40. Для него это, для этой яблони, это, ну, не Африка, конечно. Но и не это. И не норильская. Так, что еще сказать все это? В принципе, все наглядно. Сколько там сахара? Да сладкие, сладкие. Сало как сало. Чего их пробовать? А многие не попробуют. Почему? Объясняю, почему. Значит, на рынках только импорт. Если говорить, это в таких названиях. 1-2 не в счет. Ну, 1-2 на сотню. 1-2 на стоячих садовода. Со своими саженцами. На сотню. Если взять, допустим, нашего круга. Вот. Это значит, что все, что купят практически из 100, 80, 90, а то и все 100 будут мертвы. И получается, круг замкнулся. И так как там у них на фотографиях огромные плоды, а люди верят в эти сказки, а им еще добавят к этой вере, еще. И тогда, что получается? Аленушку вы не встретите никогда. Ее даже не подсунут вместо крупноплодных. Ее просто нет на рынке. Все. А когда-то была. Все, на этом про Аленушку хватит говорить. Кто-то купит у меня десяток черенков за зиму. Вот. Кто-то купит пару сотен семечек. И на этом все. Вот у него супруг. Видите, тут всего 2 яблоки. Вот его супруг. Вот. Видите? Видите? Вот. Если она опылила Аленушку, что будет в семечке? Может вот такие. Вот. Это грамм по 200. А может вот такие, грамм по 50. А то и меньше. Все. Дальше остаются догадки. Благодарю за внимание. С Аленушкой познакомил. Заодно с Тимошей познакомил. Вот. До свидания, друзья. Можете последний раз в жизни посмотреть на Аленушку. Никто выращивать, прививать не собирается. Я неправильно сказал. Почти никто. А может все-таки вторая волна придет? Все-таки жалко, когда рядом в соседней республике. Такой интерес. Ой, какой нет. Вот. У них свои проблемы. Так еще какие. Уж я-то знаю. Я, наверное, это отключу. А потом вторую полную фирму сидя. А то мне тяжело стоять. Расскажу сидя. Продолжу эту тему.